Господа, дамы, с вами Сэр Троглодит и мы будем играть в героев третьих. Сегодня снова Троглодит против человека на шаблоне Джебус Ауткаст. В прошлый раз наша зоркая собаководчица Феона с треском захватила мир варваров, да так, что её ярость была отмечена самим владыкой Велиалом. Владыка был весьма доволен, он хочет отправить Феону на покорение следующего мира. Просто в безобидную шутку он предложил ей проверить свои силы на мире ангелов, наших давних антагонистов, правит там всевидящая Беатрис. И пусть химическая завивка вас с толку не сбивает, под этими кудряшками кое-что есть. Задача предстоит ох как нелёгкая, но Феона, преисполненная гордыней, конечно согласилась. Так что скоро сойдутся наше ярко-красное полыхающе адское пламя и благочестивая феодальная святая вода. Кто кого? Посмотрим. Будет две части, примерно по 40 минут каждая, до сокровищницы и в ней. В геи неогненной скорее развернем врата демонов, ну карты пророчества нам в руки. Кстати говоря, плюс одна удача, в прошлый раз была минус удача оппоненту, а сейчас одна нам. И начинаем разведывать, вынюхивать деревянную шахту, лесопилку. И, кстати, вон внизу ещё одна на руду. Это очень хорошее начало, без всякой иронии, это джебус ауткаст. Здесь мы будем строить дерево и руды, всё у нас колом встанет, никакая стройка не задвижется. Вижу большое количество ящиков Пандоры, но с охраной. Ну, ифриты это как бы одна из самых мерзких охран, которая только может быть. А вот с зажжённых элементарей земли мы обязательно посетим. Очень жалко, не доскакиваем. Забавно, кстати, да? Взяли кучку и не доскакиваем туда же. Интересно. И снова ифриты, а? И снова ифриты. Тяжело, тяжело. Ну ладно, посмотрим. Какие у нас варианты? Собрали тут, собрали там, поглазели на дьяволов. Ну, пока для нас это недостижимо абсолютно. Ну и в целом, наверное, чуть меньше я в них верю, чем в наших краснощёких джинов. Правильные книги нужно читать, да? Материализм научный. И из джинов обязательно превратишься в ифрита. Ещё одну шахту? Чё-то я даже не знаю. Чё-то я даже не знаю. Нет, если... Да, давайте доспехи. Если как бы игра затягивается, то шахта будет точно не лишней. Вопрос если. В прошлый раз, видите, она закончилась на там начале четвёртой недели. И в принципе закончилась неплохо. То есть, мисс Детя, я не успеваю. К сожалению. К сожалению, никак. К сожалению, нет. Ну, значит, переночуем вот в этой деревушке. Погреем наши молодые, симпатичные косточки. Скорость, конечно, высокая у нашего оппонента. Пять собак могут перегрызть не одну сонную артерию нашим бисеняткам. Но видите, у них как бы там ни рожи, ни кожи, ни защиты, ни ярости. Вот сейчас начнётся. Ам! Так, наверное, не боюсь. Если одну-то я теряю, нормально, нормально, хорошо. Нет, потому что у нас как бы защита 2-3. Это 2-3, это не ноль. Угу. Бисеняток подзагорим. И вперёд наш крупный рогатый авангард. Отлично. Продвинутые доспехи. Лишни не будет. Очень хороший навык. И вот, в принципе, с таким вот минимумом, да, может башню построить, как вы думаете. Или таверну, наверное, в этот ход, да. А в следующем может быть башню. Потому что мы очень хотим озера эфритов. Я прям представляю, да, как некоторые ходят на озеро прикормить уточек. А у нас-то мы эфриты. А чё бы нет. А у магии огня. Будет берсерк, будет массовое проклятие. Да. Даже жертвы я так худо-бедно, наверное, знаю, как использовать. Ладно, вру, конечно. Но всё равно. Надо как-то было оправдать, почему взял огонь. Хотя, конечно, мечта его о земле и воздухе, наверное. Ну, ещё о воде. Да. Э, огонь тоже нормально. Найдём книгу магии огня. Будем берсерка кидать на врагов. Вообще будет красотища. В принципе, с таким составом, как у нас уже есть, можно попробовать заглянуть в кальянную. Ну, естественно, не для отдыха, да, не для рекреаций, а исключительно для рекрутинга эфритов. Чем больше мы их захватим во внешних жилищах, тем больше будет прирост у нас. А это здорово. Это я хочу. Чувствую, как-то вот не до конца оптимальна наша логистика, да, то есть метнулись туда. Сюда, сюда, не знаю. Может быть, я слишком строг к Фионе, не до конца ещё привык, что она настоящая уже демонесса. Ну, после захвата одного мира уже выдают существенные погоны. Это правильно, и это хорошо. Не могу я смотреть безумиление, некоторые жалости на этих воробушков. Ну, правда, на что они рассчитывают, а? Да, да, на какой результат? Так, подходим, стреляем. 10-20 можно спилить просто 16-ю гогами. Собачки не доходят, наверное, не боятся, но и... А эти можно. Спилить. Даже ещё разочек. Не достреливаем. Да, придётся с поломанной стрелкой. Ничего страшного. Так, наскакиваем. Давай сюда. Догушки вперёд. Порода наша инфернальная. Пламенная и племенная. Если что, будем продавать хинков. Ну, естественно, после этой победы. В этом я не сомневаюсь. Результат как бы заранее известен. Всё-таки играет Фиона и трогладит. Хочется зайти к Эфритам, но я чувствую, что по расположению дорог, да, там ещё один замок. И он не тот, который бы мне хотелось, да. Мертвяков в своей армии не любит никто. Всё-таки, понимаете, у демонов тоже есть как бы возрождение, да, там. В пламя пришёл, из пламени вышел. Но это правильное возрождение. Высокодуховное, так сказать, преображение. А вот мертвяки, это прям, это противно. Это противно. О, как бы, с другой стороны, как бы, ну, а что? Какие у нас варианты есть? Будем брать. Кто там у нас? Вот, зомби. Да. С другой стороны, какая разница, кем кормить вражеских Эфритах, да. Давайте возьмём. Этих точно должно он выхватить. Тем более, с нашей прокачкой, да. 4-3, между прочим, да. Я уверен, что получится взять Эфритов. Седьмой день. К сожалению, не добегаем мы до него. Чёртовы горгульи. Вот не факт, знаете, что я добегу, если я не буду обходить. Магаргули очень много. И вот седьмой день настал, а Эфриты не приплодятся. Это плохо. При этом, это хота, господа. То есть, они не приплодятся ни во внешних жилищах, да. То есть, это два. Не в родном. Это один. То есть, я вот сейчас фактически трёх Эфритов полностью потерял. Посыпать бы голову пеплом, но мы и так в инферно как бы. С этим у нас тут полный порядок. Тогда я раз настраиваем, кстати, Агония. Хм, Кондент. Не знаю, почему Кондент. Вот Агония хорошее название. Гиен, Агония, да, такое. Ух. Кондент. Не знаю. Конец. Ещё. Почему? Что? Что-то Лермонтовское приходит мне в голову. Печоринское. Да, ладно, ладно. Нормально, ничего страшного. Это всё ерунда. Конечно, орков можно было бы прибрать к рукам. Здесь ещё одна дровяная шахта. Давайте что, заваливаемся. Отступить, говорят. Настолько, то есть, плохо мы посражались, а? Бывает же, честное слово. Обязательно всем подождали, чтобы наши пришлые мертвяки сняли отмашку. Но они не могут это сделать по причине низкой скорости, без инициативности. Зачем я это сделал? Что это было? Не, ну, конечно, чтобы бесы там ударили, да? Но я потерял... Ух. Я потерял потенциальный ударный отряд у себя, да? То есть, ну, пока, как бы, там, демонов четыре штучки. На них никто и не смотрит, да? Ну, кому они нужны? Но, как если их там будет, не знаю, сотенка, будет здорово. Короче, зря. Зря я это делал. Собаки, вот, из-за ландшафта не могут понять. Они, вот, как одноклеточные амёбы, тянутся к свету ифритскому, да? А вот то, что обойти там или гоги их там пустить, они вот что-то не могут. Что к чему? Что за... кто так вообще бьётся, а? Ах, ужас какой, кошмарище. Да и бог с ним, короче. Два ифрита стоят прям точно, это без вопросов. В принципе, с ифритами можно уже куролесить как надо, да? А дьяволов, не знаю, там кентавр, конечно, многовато. Ну, повторюсь, я их не очень люблю. Всё-таки, существа седьмого уровня как-то, ну, знаете мои, сложные отношения, да? А вот там как бы что-то сладкое-то мерещится нам, да? Может до хаты сбегать, а? Смотри, у нас тут золото, вон, огромное количество. Пять тысяч будет скоро. Ага. Наняли ифритов. Алиментарий магмы. Опять же, а? Что-то адское. Здорово, здорово. Будто, как будто вот это всё под меня. Взять, посмотреть, да? На алименталей нарваться. Там в ящике Пандоры наверняка будет счастье. Такое прям серьёзное, многомерное, простое, фионистое счастье женское, да? Да. Лишь бы, говорится, был милый рядом. Желательно не один, а тридцаточка ифритов. Почему бы нет, почему бы нет? Вот, заклинание не очень хорошее, то есть жажда крови, я в неё, ну не то, что не верю. Насколько там плюс она? Четыре или шесть атаки. Ну, туда-сюда, туда-сюда. Ну, проклятие гораздо круче, если бы его найти. Демон, да? Чуть не знаю, смысла в тебе нет. Лучше ещё раз отмашку снять, да? Наверное. Слушай, ну, давай посмотрим, как там. Отступить, говорят. То есть там... А, ну, конечно, конечно. Сорок девять, да? Это ж почти пятьдесят, без трёх. Сорок семь. Ужас какой! Зачем-то они накидывают на себя защиту от огня. Не знаю, почему. Если бы это было что-то против бесовское, там, да, или защита от огня. Что бы не сработало. Не знаю. Ладно, не страшно. Как мы будем разруливать эту заварушку? Не знаю. Ну, я прям чувствую, что потеряю ей вообще почти всех. К моему большому сожалению. Если вообще выиграю. Не, ну, вот давай, наверное, так. То есть можно было бы просто постоять там подотманивать. Но я решил снять отмашку. Ну, сейчас они точно войдут в нашу зону комфорта. Ах тыша! Ах тыша! Ну, хотя бы для Ефрита. Хотя бы для Ефрита сняли. Догушки, я вот так чувствую, что, ну, если нам рисуют поражение автобойное, да, Догуш нам не сохранить. Фион, ты уж прости меня. Ну, вот, вот такие вот пироги. Ой, тяжело, тяжелые руки, а. Я чувствую легкое оглушение каждый раз, когда они бьют по нам. Ну, как я. Там спеклись как надо. Демонов добрались, до бесиков. Всех, короче, а. Туда-сюда. А кафрицы обязательно отлетают. Вот, постараемся сейчас еще сделать пару ударов Ефритами с отмашкой. Потому что терять никого не хочется. Ууу, вот это было подло. Слушай, это я прям вообще, мне не нравится. Да, то есть он пробежал насквозь, сквозь наши эшелоны. И вот следующий, если добежит до Ефрита. Ох, как ему не поздоровится. Подставли. Ооо. Чего-то как-то неудачно начинается. На какое-то начало хоть неудачно. Говорил, шахты, шахты. Ну, ладно. Нет, 10 побед это точно быть. 10 без вопросов. Но цена у победы тоже есть. Ладно, ладно. Сейчас нам, короче, там в коробке ящички дадут там дьяволов штук 10. И вот это будет песня. Я специально сделал заслонку, чтобы они до этих не добежали. Там можно уже, чё там. Чё там. Вот если бы равномерно все урон принимали, было бы хорошо. А так, а так и нет. Это вам не Варкрафт. А, мудрость таможен, наверное, да. Будем что-нибудь строить, красивое, приятное. Там берсерки, опять же, да. Возьмем, возьмем. Чё бы нет, чё бы нет. Что же там, что же там. Ну-ка, давайте, аккуратненько. 25 рогатых, а. Я говорю, как бы здесь у них экосистема очень хорошая. Как раз для разведения крупного рогатого скота. 25 это здорово. Они лупят сильнее ифритов. Можно смело зомби посетить будет, да. Ну, там артефакт тут неплохой. Золотишко тоже. Ну, и вообще, почистим, скажем так, наш дом родной. Давайте, вот эдак. Ага. Дачники, а. Вот скоро ведь проснутся. Отто сна зимнего. Так. А мне кажется, он даже не сможет нашего Муфтара победить. Ну, так и есть. Так и есть. Налетай. Но тогда эти, похоже, доходят. Или вроде нет. Да. Вроде все получается. Этот отошел. Угу. Раз. Два. Угу. У меня иногда чуть-чуть прям не хватает мне зоркости посмотреть, да куда они доходят. Бывает ошибаюсь. Здесь вроде все хорошо. 65 еще жизни. Смело готовы выдержать. Ах. Ох. Прям. Прям да. Неприятно. Угу. Удар. Эх. Слушай, по-моему, мы никого не потеряли. Хе-хе. 90 зомби. Шлем хаоса. Вот он нам нужен. Слушай, какая-то подстава постановская. В прошлый раз же тоже был шлем хаоса, да? Хе. Прикольно. Не, он очень-очень хороший, очень нужен. Добавят нам необходимых знаний. В таверне Рашка нас пленяет. Возьми да купи. И Беатрис, ну, в целом, держится, наверное, вровень с нами. В целом, да. Ну, примерно те же характеристики. Понятно, что Фриландер не сидит без дела. Вот. Ну, мы тоже, тоже чего-то куда-то делаем. Я волков вообще не боюсь. Стриба бессмысленно абсолютно. Циклопов нам как бы не видать. А Гогов там, сколько их нужно? Ну, я не знаю, там, 300, чтобы они создали хоть какой-то эффект. Нет, конечно, это, конечно, глупость. Два Ифрита. Угу. Подлитый. Ну, закроем на всякий случай. Мне кажется, он должен позариться либо на... Добить, наверное, не стоит. Эх, а я вот думал, да. А, я не те Гогов закрыл. Ха-ха-ха-ха-ха. Я еще так. Один Гог закрывает другого Гога. Да. Ладно, не страшно. Доставайте ваш мечик. Ну, или что-то у вас. Хвостик. Ага. И вперед в рукопашную. Зачем? Сейчас будет удар 25 демонов. Пум. Очень хорошо. Наложили руки еще разок. Угу. Так, 7. 7 метч, что не очень нравится, если честно. Какое-то оно... А, не знаю. Что, что-то есть. Я, конечно, не суеверная девушка. Феон. Ха-ха-ха. Бесы. Да, взять, наверное, да. Мы их скорость все равно выше, чем у Гогов. Поэтому не потратятся очки хода. Здесь башня магии. Стремимся к муниципалитетам. Говорится, в каждый дом наша налоговая декларация. Будете нас содержать. Как-то вот, как-то, ну, идет. Как-то идет, это хорошо. Блин, нет. Ну, извините. Извините. Скелетов там за вас не дают, но опыт, опыт на данном этапе очень важен. Продолжаем развлекаться с эфритами. Из купелен серных их достаем и к нам на службу ставим. Угу. Робкая попытка с бесов, как бы, чтобы немножко остались на следующий ход. Может быть, тоже там у кого-нибудь чего-нибудь снять. Живый сауткаст мне очень нравится, знаете, еще тем, что можно без зазрения совести некоторые войска тратить. Вот прям вот вообще не стесняться, потому что ты знаешь, что они не будут нужны тебе в будущем. И это оправдывает некоторые помарки мои в игре. Это хорошо. Фрит, суров. Суров. Девять рыцарей красного пламени преисподней. Да можно, наверное, на кальтов нарваться. Че они нам сделают? Трех демонов. Нет, то есть, получается, они будут в самом начале стрелять по бесенятам, потом по демонам, да? Мне кажется, через каменную кожу и грамотное закрытие. Ух, по эфриту начали. Надо делать автобиту, буковка КУ. Я думал, что я соглашаюсь на предыдущие потери. А вот оно че, а? Фрит потеряли. Зато 50 демонов. 50 рогачей. Они кого угодно уже могут пробить. Это прям, это прям здорово. Не забыли. Ну, не то, чтобы нам шахта была очень нужна, хотя тоже не лишняя. Но скорее, скорее, чтобы разогнаться. Цитадель. Да, можно, можно. Лишним не будет. В любом случае, это дело движется к Капитолию. Самое худшее, что вы можете сделать, это забыть в шахте, да? То есть, как бы, так по-грамотному разогнались и забыли. Вот это прям вообще эпик фейл. Слушай, 10-19, да? То есть, там их будет штук 15, да? Там 3, 2, 4. Пара отрядов по 7 штук. Ну, кажется, я, кажется, смогу их победить. Угу. Там не должно быть это. Ну, опять же, в ящиках будет наши новые друзья. Надеюсь, что полезные. Многовато, но зато они разделены. Да, зато разделены правильно. С одного удара я абсолютно уверен, что 45 демонов проткнут насквозь врага. Да и наш, в принципе, 9 бравых молодцев тоже стоять в сторонке не будут. Вот были бы бесы, к сожалению, наверное, можно было бы потратить их, но это того стоит. Я не знаю, что там у нас в благоговейных ящиках, но явно не ерунда. Хотя их 2 штуки. Ух, 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 опасно, опасно. Ну, ладно, сейчас все посмотрим. На кого ты там попробовал напасть-то? 4 демонов. И мы получаем чертей магогов. Не до конца, видимо, я еще все-таки освоился с шаблоном. Мне казалось, там будут еще демонов. Да, там, не знаю, бесы и демоны оказались бесы и гоги. Да, могу и вообще их никуда абсолютно, да, то есть у них там руки обуглены до локтя, соответственно, там ни сеять, ни жать они не могут, да, драконский удар держать тоже, эх, бесполезности, ладно, что, седьмой день, вроде мы доскакиваем до очередной ифритни, а испугаются, конечно, испугаются, собьются в кучку и будут стоять и ждать. Ну, сколько-то там опыта будет, по бесикам, особенно защищающимся, ну, черти 5 немного, и начинаем успокаивать, транквилизировать, так сказать, опыт магии земли, вот я прям верю, верю в то, что наша ярость битвы, то, что никому спуску не даем, она приносит нам удачу. Удачу, мы не успели захватить, увы и ах, это плохо, 6 неделю, ох, я прям чувствую, как теряются ифриты, а в первую неделю, во вторую, ну, а что делать, что делать, я не знаю, что делать. Ну, вот так будет хотя бы, хотя бы, видимо, 8, да, ладно. Муравьед, муравьед, у нас такие не уводятся, угу. Опять одного, а, ну, как же так, я же показал тебе, Фиона, как-то вот правильно все там себя вести, ну, ну, честное слово. Как-то бы, вот, защититься бы, да, еще, и вот, может быть, так, что-то не получается, только если сам встать, нет, кажется, гораздо выгоднее атаковать. Ну, как есть, как есть. Хорошо, 10 ифритов, 50 быканов, ну, как бы есть, есть чем уже повоевать. Начало третьей недели нужно, скажем так, задумываться о выходе, да, то есть, все равно через недельку, наверное, это будет произойти. Как-то вот, как-то вот по-грамотному бы расфасовать здесь все. У нас ртути нет, понимаешь, ртути нет для ифритов-султанов. Я очень хочу разогнаться и могу, не могу понять, вот беру я кристаллик или нет, похоже, что не беру. Жаль, жаль, ну, очки хода будут нам важнее. Тратим деньги, хотя у нас там, как бы, выкупать надо. Ну, что ж, где бы взять ресурсы драгоценные? Не знаю. Дороги не все валяется, только серого ртути нет. Похоже, что придется в циклопов нам наведаться, да, смотри, например, сюда, алмазных големов, там еще парочка, скорее всего, бесполезных ящиков, да. Наверное, можно, наверное, можно. Давай, золотишко. А мы еще и это, да, возьмем? Эх, ладно. Ману там не принципиально, наверное, да, будет иметь. Накупили, прямо в сласть. 20 рублей за улучшение демона, а? Это что за рок-то он такой, а? То есть он 20 рублей заплатил и уже, как бы, не один рок, а два. Настоящий гидророк. Прогладит он, надзирает за нами. Не знаю, осуждающий или нет. Вроде поддерживает, вроде, вроде молодец. Да не должно, наверное, быть больших проблем с победой над алмазными големами. У нас 16 фритов, 10 уровня держимости. Артефактов, конечно, маловато, но что делать, что делать? Я думаю, должны без потерь более-менее победить. 38 товарищей. Уважаю их крайне. То есть они были сначала угольными големами. Долгие столетия, все над ними смеялись. Ну, представьте, в аду уголь, да, ну, сами понимаете, низшее сословие. Но ребята качались и под давлением и температурой превратились вот в таких красавцев. Тем не менее, не настолько они крепки, да. Посмотрите, о шарах. Хорошо, хорошо. Хорошо, и не могу забыть я этот вот звук, когда они рассыпаются. Очень приятно. Забавно, что Магоги, да, тоже наносит урон. Вот я не знаю, какую температуру нужно применить к алмазу, да, чтобы он как-то почувствовал. Мой, видите, эмпирически все получается. Так что, бог с ней, с теорией. Пусть, наверное, еще немножко подойдут, да. Смотрите, Магоги прям работают. Ну, я ругался на них, конечно, поэтически так, но... Ну, да. Демоны красавцы. Демоны прям молодцы. Уже можно во всю было бы выходить, если бы мы не хотели... А сотню бесов, а? Слушай, как я без этого жил раньше? Ну-ка подожди. А второй ящик чем нас порадует? Чем... Еще сотенка. Хо-хо-хо! Есть бесов, а? Я говорил, ребят, но чтобы создать нормальную пробойную силу, ой... Бесенячую, да, их должно быть реально там тысячи, я не знаю, там, с ускорением, молитвой, там, и волшебными пинками. Честное слово. Фриты, а? Может, зря я разделился? Не, ну я как бы наивно полагал, что должны как бы валить циклопа-то. Нет? Что-то не валят, не валят. Ну, а прям видно, что они очень-очень меньше. Это все-таки злые демоны ада, да? То есть с ними тоже не шути, но циклопы это циклопы. Я боюсь, что парочку демонов я тут тоже потеряю. Безвозвратно, безвозвестно. Больше всего потеряю бесиков. Вот я прям чувствую, будет много. Ам, раз. По сорок, а? С какой скоростью они камни-то лупят, а? Ужас какой, а? Ну, вы видели. Мораль выпала, и по бесам раз, по бесам два. Уф. Ладно. Ничего страшного. Были бы с нами еще эти кнутечки, мы бы сейчас там надеманили бы. Ух, великое множество. А так чего? Так ничего. Больно. Ну, давайте уж. Ага. Как-то вот аккуратненько бы, нет? Не запуливается. Не выходит. Не получается. Сейчас бы объединились бы наши, а? Сделали бы такого архона огненного. Не, все хорошо. Все получилось. Давайте уже. Добивайте. Тяжелая сеча, зато 8 каждого ресурса. Достаточно неплохой куш, на мой взгляд. Нужно улучшать озеро. Да. Здесь можно было бы муниципалитет, кстати, построить, да. А потом поулучшать. Может, улучшение-то там сейчас оно куда? Эх, поторопился. Но это не страшно. Главное, у нас есть 16 фридов. Вот и фриды не стесняются, да. То есть, как демоны там по 20 рублей за улучшение брать. Эти, ребят, как бы, ну, серьезно. Хочешь качество, ну, плати деньги. Даже не можем купить еще одного. Во, угу, 50, 16. Дракон, тем более золотой. Можете как-то это поделиться немножечко, ну, чуточку. Я знаю, у вас есть. А мы вам прикурить-то один. Дракон не согласился. А что? А что? А я вот смотрю в зеркало, а я вот весь интеллектуал такой. А что бы нет? Щит очень хороший. Золотишко тоже поднакинули. Там три ландеры, вон, головой качают. Значит, там многовато их, конечно, да. Не, замедление здесь, понятно, ну, как бы, его нет, оно не работает. Поэтому, в принципе, не так, наверное, критично. Но все равно как-то страшно. Все стороны, наверное, не бьют. Пойдем поищем наше счастье выше. Там дорожка есть. Кто на свете всех милей, всех прекрасней дюбелей. Ну, чуть-чуть обгоняет, ландеры, чуть-чуть обгоняет. Но здесь все может меняться очень-очень быстро. Сейчас возьмем какую-нибудь утопию удачную. Или, вон, пожалуйста, выстрелить там вампиры и пегасы. Охранять наших друзей. И все, и выиграем. Конечно. Гидры. Гидры хорошие. Еще здесь это тоже. Лепреконы. Хаосные. Тоже во все стороны, конечно, бьют. Лепреконов сначала. Или уже вампиров побеждать. Там просто лорды будут, скорее всего. Огромное количество. Там колечко. Да не, наверное. Или все-таки. Я думаю, все будет нормально. 38. Даже без лордов. Ну, хорошо. Видать, боятся нас. Мы почему-то не разделились. Да и бог с ним. Подпалим вашу шкурку. Сутану. Многотысячелетнюю. И вот так. Хотели кровушки. А у нас вместо крови лава течет. Так. Там, конечно, сокровищница прям уже видна. Всякие чудища. А мы какие только хотим. Раньше не получилось. Не вышло. Не вышло. Так. Ну что ж. Кто готов за KFC по-монгольски? Будем и крылышки жареные. И немножко конинкой закусим. Вроде так должно быть нормально, да? 99, а? 99, а? Не, конечно. Нормально. Чтобы не потеряли основных отрядов. Все хорошо. А от властителей пропасти. Слушай, я вот не очень, наверное, их понимаю. Буду с вами откровенен, да? 15, мне кажется, маловато. Но у них урон абсолютно какой-то конский. Там практически эфритный. Может и хорошо. День Святого Патрика. Забавные, конечно, товарищи. Не совсем понимаю, почему их ввели в игру. О, как его. Мне они не мешают. Престарелые. Ага. Хватаем. Давайте сначала ящички. Опять бесы. Не могут они нас оставить. Ну, что ж. Может, погеманим, кстати. Впервые за никогда. Пкинтый дворец. Наверное, можно было бы, конечно, построить. Вот тут вопрос на самом деле, да? То есть, стоит ли нам строить дьяволов? Если партия затянется, дьяволы лишний не будут. У нас ртуки прям совсем нет. Вот прям вот совсем нет. Тут угля собрать огромное количество, его поменять. Здесь кристаллик цопнуть. Тяжело, тяжело. Ну, прям мы перенапряжемся, конечно, если что-то будем строить. И то не факт, что построим. Что-то не знаю. Не хочу я, наверное. Проживем без дьяволов. Правда же? Конечно. Конечно, проживем. Добежать до дому. А сейчас седьмой день. Всех как выкупить, а? Или уже как бы идти вперед? Хм. Сложно. Сложно. Целый ход тратить неохота. Городского портала у нас нету. Не выдали. А и надо завязывать. На триландер рассмотреть. Ну, правда, чё мы. Какая разница? Как-то вот он действует. Как-то играет. Как-то у него всё хорошо. Кольцо жизни не лишнее. Люблю. Но ты големы. А, давайте. Куда и фритец? Ну, куда ты, друг мой? Ну, ты что? Пленённый златом. Я прям представляю. Они сражаются. Уже думают. О, так вот. Сейчас мы тут это. Ручку-то унесём. Переплавим. Позор мы поставим. Хорошо. Так. Бить, не бить. Мне кажется, не страшно. Не смогут они. Ну, конечно. И ласили пропасти. Прям, да. Кнутят на славу. Вот эту вот куколку. Мне она очень нравится. Ага. Какой войны? За что? Ну, почему? Почему они не запрещены на этом шаблоне? Не, ну, конечно, я сразу вижу там щит. Да. То есть, эти. Происходит что-то странное. Потом происходит что-то хорошее. Но куколы абсолютно не нужны. Потому что шаблон играет по правилам с одним героем. Да. А форт построил. А что бы нет? С одним героем. Поэтому сбирать он как бы все равно не может. Битва одна последняя. Кажется, по-джентльменски. Фига мне эти оковы. Ну, вот прям. Я не знаю. Я не знаю. Седьмой день. Мы решили не строить дьяволов. Это такой наш осознанный выбор. Деля ворона. Големов. Смотри. Побеждаем. Да. Ну, и не надо рваться, наверное. Надо рваться. От шесть. Логистика. Все хорошо. Все замечательно. Гоги. Сюда сбегать. Даже не знаю. Охот терять. Рыцари ужаса. Это как бы да. Рыцари ужаса. Дома можно было, конечно, улучшить наших демонов. Да. Подучиться чему-нибудь. Но это будет раз, два, три. Очень будет далеко. Давай так попробуем. Попробуем так. Сорок шесть, а. Да. Так, 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 так. Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас будем думать, где кучковаться. У нас есть один призыв демонов. Да. Как раз после гогов или бесов. Ну, или айфритов. Не дай бог. Нет, там, по-моему, ограничение по количеству. Тоже есть уголов. Прям как в режиме тактики расставляемся. Надвигается армия тьмы. В голове прям такие барабаны. Волынки. Ху-ху-ху. Ну и он убивает наш эйфрит только трех-четырех. Нет, это нам не подходит. Рассекут на двое. Только так. Только так. Кому-то придется страдать. Кто это будет? Боюсь сейчас нашим этим кнутейщикам. Мало не покажется. Ну, трех на самом деле. Это не критично. Они отмахнулись на одного. Четыре-пять. Один-два. Да, я думаю, можно. Этот снимает с этого. Вроде все хорошо. И сейчас, вот смотри, дружно начинаем накидываться. Давай, вперед. Бычье. Раз. Два. Кнути. Эйфритит с верхнего. Ага. Надо было добивать. Надо было добивать. Заметьте, у них минус две удачи. Но пока как-то не получается. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Эйфрит хороши. Хороши. Кольца в ухе. Челма на бекрень. Таких. Такие не подведут. Ну, а что остается-то? Ну, боковать надо. Только вот вопрос с кем. Да. Видимо, смерт Машку менее авторитетными товарищами. А вот и минус удачи, которую мы ждали. Ага. Да, давай. Сейчас будет демонение. Воскрешение. Четырнадцать. Ну, как бы. Это солидно. Это хорошо. Ага. Так. Без отмашки. Ты у нас здесь. Три-четыре. Не, настроение подулучилось. Определенно, да. То есть мы точно. Ай. Прикол демонения в том, что демоны, они после боя остаются. Ну, оставались бы, если бы выжили. Удвоенный урон тут, удвоенный там. Ну, слушай. У них было огромное количество времени, чтобы потренироваться, да. И при жизни уверенной после смерти. Серьезные ребята. Из чемпионов их делают. Переучивают с пики на... Ай, с пики на, а? Еще их бечи потерял. На кавалере. На меч. И бежим к нам. Слушай, я вот не знаю, правильно ли это было взять логистику. Сейчас-то у меня хотя бы был бы массовый бы щит. Это был бы, ой, как здорово. Да? Массовая каменная кожа хотя бы. Потом и щит. Ладно. Сейчас подберем щитливинной храбрости. И заночуем в прибрежной деревне. Слава инфернальным богам. У нас здесь их в два раза меньше. Да. Еще бы одну такую битву я не выдержал. Но он то и расчет был. Ну, артефакт прекрасный. Реликтовый, да. Плюс там 4 ко всем характеристикам. Ну, есть чем похвастаться, скажем так. Но это все равно артефакт. Это мне проход-сокровищница. Шлемы у них смешные. Не знаю, кто такие носит. Прикольно. Я, кстати, даже не вижу. Есть у них там для глазниц-то, нет? Или они сердцем чувствуют своим черным. Мерзкие создания. Что с ними делать-то вообще, а? Просто добегают и добивают. Вот-вот и все. Поднять кого-нибудь из мертвых. Демона одного поднять. Могу одного поднять. Или тут одного. Ай. Так. Слушай, наверное, лучше, чтобы снять отмашку, да? Ну, вот как бы пусть демон вызванный это и делает. Мы делаем раз. Каменную кожу. Ну, чтобы не накидывались, да? Все хорошо. Все нормально. Убью тех ребят, которые как раз непонимаемы нами. Может быть, я теряю сейчас супер там важный отряд. Если так, то напишите. Но у меня, ну, демонов я понимаю. У этих ребят, ну, не особо. Маловато их. И не такие уж они крутые. Ифритов вроде сохранили прям, ну, почетное количество. У нас 16-то и было, да? Попертили, посолили. Отойду. Отойду. Трех раз. Двух-два. Отпадно. 3000 опыта. 218. У нас на щит как раз вроде должно 188 тут хватать, да? Смотри. По дороге с облаками быстро бегать. И щитринной храбрости взяли. Угу. Циндерспир. Опять, а? Зольный шпилевиль. Не забыли обязательно. Так, наручники спрячь, там все дальний комод. Если как бы все пойдет по плану, они нам понадобятся. Но пока Беатрис где-то вдали, во тьме, собирает свою английскую армию. Меня прям передергивает. Как противно об этом думать. Подменять, ну, какие-то цены прям. Ну, вот совсем не очень. Не. Ну, а что делать? Что, что нам остается, да? Тут без вариантов абсолютно, да? У меня маны 5 из 120. Мана очень нужна. Особенно сейчас пойдут, как бы, там книги, там, земли, огня, воздуха, да? А мана будет очень нужна. Вроде разгоняемся. Пртефакты вроде неплохие. Щит есть, все есть. Да! Ха-ха! Отлично. Я, ну, собственно, мне это и было надо. Я бы еще взял бы благословение. Вот. Но проклятие тоже хорошо. Тоже хорошо. Агония. Как-то так. Какой-то цветочек. Ладно. Фион. Дальше у нас, как бы, большое будущее. Вон, болото. Утопия драконов есть, да? Какие-то огры, фениксы. Всех победим. Никого не оставим. Ну, замки как-то, как-то отстроены, да? То есть, какие-то, ну, ефриты плодятся. Вроде, вроде все неплохо. Давайте посмотрим, как оно будет дальше. Ну, а приключения в жаркой пустынной сокровищнице оставим на следующую часть. Там будет жарко. Большое спасибо, что посмотрели. Огромное благодарность тем, кто поддерживает канал. До встречи. Герои навсегда.